12.06 в Кирове. Программа «Разворот на бизнес» продолжается в студии Олег Пахаренко и Анна Вапшина. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Итак, от коровы до прилавка. Какой путь проделывают молоко и молочные продукты, прежде чем окажутся на нашем столе? Эту тему мы сегодня разбираем с нашими гостями. Виктором Михеевым, директором агрофирмы «Пригородная», Торловский район, Фёдором Сураевым, заместителем генерального директора Кировского молочного комбината, Русланом Гузаировым, коммерческим директором сети магазинов «Вятские рассветы» и Любовью Гусевой, директором компании «Литон». Я бы даже сказал, что мы сегодня занимаемся развенчиванием некоторых мифов. В частности, что как раз в прошлой половинке программы Любовь Михайловна рассказывала о том, что чёрная поверхность плёнки изнутри, она никак... Ну, то есть нет доказательств тому, несмотря на некоторые исследования, которые «Литон» проводил, что она позволяет более длительное время сохранять, не давать скиснуть молочным продуктам. При этом ещё один миф – это то, что молоко, которое киснет через три дня... Это натуральное молоко? Это супернатуральное качественное молоко. Нет, это миф, который... На самом деле всё зависит, как было сказано, от культуры производства, от культуры переработки молока и его правильной грамотной упаковки. В связи с этим... А вот зависит ли вообще качество молока от того, каким образом содержатся коровы, как их кормят, как их развлекают, где они гуляют? И ещё один миф, наверное, по крайней мере, я слышал такое, что... А может, не миф, может, это правда, что у нас всё наоборот было одно время поставлено, что коровы гуляли, а свиньи стояли в загоне, а нужно всё наоборот. Коровы должны для того, чтобы давать постоянное качество, стоять в стойле, а, соответственно, свиней для качества мяса нужно наоборот гонять. Слушайте, а я тут рекламу вспоминаю, как вот эти альпийские коровки, которые на альпийских лугах пасутся, и там говорят, что молоко пахнет у них цветами, розами, розами. Виктор Анатольевич, как Вы содержите коров? Ну, мы отказались от выгульного содержания. Коровы у нас на пастбище не ходят, то есть мы содержим скота в стойлах во дворах. А почему? С чем это связано? Ну, то есть это именно вот твоя история. Коровы в альпийских лугах, вот эта вот... Ну, это красивая картинка, согласись. Ну, картинка, безусловно, красивая, как бы, да, то есть... Но, к меру того, что, как потихоньку у нас, то есть начала расти продуктивность, то есть, как бы, выход на улицу, да, то есть мы в летнее время теряли удой. То есть это пауты, это комары. То есть, о, вот, дальше травматизм. Коровы стали больше доить, соответственно, в имена у них стали больше. То есть это дополнительный мастит. И в последнее время, когда коровы ходили на пастбище, да, то есть все равно получалось таким образом, что большую часть корма зеленого мы все равно завозили тракторами во двор. Потому что пастбище там прошло, 200 коров они там неделю походили. Кроме, чтобы вышли им подышать там свежим воздухом и покормить паутов и комаров, в принципе-то ничего не получалось, все равно они с поля бежали домой бегом. То есть они там не наедались? Нет, да, то есть мы все равно кормили дома, то есть и в конечном итоге, то есть пришли к тому, чтобы поддержать продуктивность, чтобы сохранить скот, в том числе из-за этого, то есть как бы и пришли к тому, что скот должен содержаться в стойлах. То есть они вообще на выпуск не ходят, и ни на прогулки, и никуда? Ну, у нас сейчас же беспривязное содержание, они же свободно ходят в секциях, как бы они на дойку идут. Ну, в альерах таких, да? Да, то есть как бы они, все равно у них движение тоже, они не ограничены, то есть как бы плюс новые дворы, фермы, то есть свежий воздух, открытые окна, шахты, вентиляторы, да, то есть как бы это все есть, то есть так что... Просто им теперь не надо думать и про питание, у них все есть, не надо бывать. Ну, связано это, я думаю, все-таки, ну, это взаимосвязанные вещи, вот это увеличение в три с половиной раза надоев. Да, вопросы продуктивности. То есть когда сельское хозяйство становится уже не просто сельским хозяйством, а циклом, непрерывным циклом производства, и когда требуется производителям постоянное качество, по жирности, по... Какие там показатели... Помогайте, помогайте. Да, 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 да. Кроме жирности. Ну, то есть чтобы молоко было в любой сезон, по-казеинам, да, по-моему, постоянного качества, и чтобы не нужно было, там, думать, куда его направить, на сыр сейчас или, там, на простоквашу, куда оно больше подойдет, если молоко не меняется в зависимости от сезона, его... И плюс объемы, когда стабильны, да, это когда ты не думаешь, куда девать излишки, как это было, наверное, в 90-е годы, я помню, что было затаривание, и масло резко падало в цене, потому что, ну, не знали, куда девать это молоко, а здесь постоянные, у тебя постоянные объемы, если это я не прав. Это стабильность? Да, так, 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 то есть сейчас, независимо от времени года, то есть у нас постоянные удои, как бы, то есть раньше, как на пастбище выпустили, с молоком поехали. А сейчас все, все подсчитано. Единственное, что нужно заготавливать вовремя и качественная корма, и в полном достатке. А вы этим летом успели все сделать? Да. Потому что жаловались на это лето, с точки зрения погоды. Мы успели все сделать. Вот все сделали. Единственное, что по сену немножко, как бы, ну, мы перекрыли это все, то есть мы закрылись. Мультик вспомнился «Таить и таить». Здесь неплохо кормить. Да, про коров-то да. Про коров-то да. Я бы нашел. Вопрос у меня Руслану Ринатовичу по поводу того, все-таки по... Я не вижу на полках наших магазинов кировских больших объемов ультрапастеризованного молока, молока там больших крупных транснациональных корпораций. Как Вы ощущаете, меняется ли потребительский спрос людей, или все-таки люди предпочитают брать молоко недолгого срока хранения местных производителей? Ну, опять же, вот, возвращаясь на несколько минут раньше, наш потребитель в нашем регионе достаточно традиционный в плане своей потребительской культуры. И ультрапастеризованное молоко большим спросом не пользуется. Несмотря на то, что практически во всех магазинах оно представлено. И федеральных производителей, и даже есть на сейчас ультрапастеризованное молоко местного производителя. Какого-то одного? Или нескольких? Ну, у нас, в частности, одного производителя есть. У Вас одного производителя? Я не скажу, что там очень высокие продажи, либо идёт смещение спроса. Всё-таки традиционные молочные продукты пользуются стабильным, постоянным спросом. И вот эти... Ультрапастеризованная не такая и новинка, но для нашего региона может быть это и можно считать относительной инновацией. Пока высоким спросом не пользуются. Хотя в других регионах, например, я лично был свидетелем, я смотрю, бабушка берёт тетрапак, ультрапастеризованное молоко. Это где было, если не секрет? В Рязани. В Рязани. Да. При этом рядом лежит привычное нам пастеризованное молоко в полиэтиленовом пакете. Для нашего региона это... Непривычная картина. Когда бабушка берёт ультрапастеризованное молоко. Может, там дело в цене? Я спросил, почему? Так, и что она сказала? Я живу одна, и один литр молока не успеваю выпить, оно у меня портится. А ультрапастеризованное мне хватает. О, слушайте, у меня только что-то бабушка растягивает этот литр молока. На сейчас по ультрапастеризованному молоку есть определённые сезонные продажи летом, когда в тёплых условиях, на даче, это удобнее, чем обычно пастеризованное молоко. Но Вы перед кировскими переработчиками не ставите условия, что Вы должны поставить в том числе молоко длительного срока хранения? Нет, не ставим такое условие, поскольку широкого запроса от потребителя на этот продукт в настоящий момент нет. Ну, я правильно понимаю, там же вот эта история со сроками хранения, она в чём? То есть, по идее, сети должны быть заинтересованы в продукте, который хранится как можно дольше, чтобы Вы успели всё реализовать до момента, пока не выйдет срок реализации. Но, с другой стороны, наши потребители молоко с коротким сроком хранения раскупают достаточно быстро, и Вы, в принципе... Оборачиваемость. Оборачиваемость-то есть. Да, то есть, не зараживается товар. Всё верно. Верно и первое, и второе утверждение. На самом деле, магазину выгодно продавать то, что будет брать его покупатель. Если пастеризованное молоко успевает продаваться даже в отведённый ему срок, то этот продукт будет всегда на полке. Фёдор Васильевич, а Вы не смотрите в сторону как раз тетерпаков и ультрапастеризации, но именно с целью увеличения объёма продаж, понятно, что в Кировской области есть определённые предпочтения, а в других регионах, чтобы попасть, опять же, на полки федеральных сетей. Или сезонная какая-нибудь история, там, к лету, например, раз, и новый продукт. Нет, мы такие варианты не рассматриваем, потому что у нас немножко другие принципы, ну, вообще, и культура производства немножко другая, поэтому мы это направление для развития для своего вообще не рассматриваем. Вот, мы продолжаем развивать наши продажи в других регионах, вот, и делаем упор на наших традиционных продуктах и в соседних регионах, в принципе, если там в радиусе 600-700 километров с нашими сроками годности, это вполне реально. А вот этот рынок, он, ну, в частности, большой рынок был всегда Кировской молочной рекомендации в Коми, в Республике Коми, Сыртовка, Рухта. Он постепенно сокращается за счёт появления новых производителей там или, наоборот, Вы чувствуете увеличение объёмов продаж? Ну, да, этот рынок достаточно важен для нас. Мы более 20 лет уже работаем с Республикой Коми, и у нас такая значительная часть нашей продукции готова и уходит туда, насколько я помню, это порядка 27%. Вот, там как раз наблюдается такая тенденция, что потребители выбирают ультрапастеризованные молочные продукты. Вот. То есть меняется предпочтение потребительское даже, да? Да, да. Покупать? Да, такая тенденция наблюдается, поэтому... Ну... Тем не менее, Вы не хотите отказываться от своей традиции? Нет, от своих традиций мы отказываться ненамеренно. От традиции отказываться ненамеренно, говорит Федор Сураев, заместитель генерального директора Кировского молочного комбината. На этом мы уходим на небольшую полминутную паузу. Программа «Разворот на бизнес» продолжается. В студии по-прежнему наши гости Виктор Михеев, Федор Сураев, Руслан Гузаиров и Любовь Гусева. Мы говорим о том, какой путь проделывают молочные продукты от коровы до прилавка. И я бы еще попросила Руслана Гузаирова вернуться к потребительскому спросу. Все-таки, если мы говорим об изменении интересов потребителей и запросов потребителей, а можно как-то проанализировать сейчас спросом, что больше пользуется? Молоко в чистом виде, кисломолочные продукты, коктейли какие-то молочные, если есть они, йогурты, что-то еще. И растет ли количество тех людей, которые не потребляют молоко в чистом виде, но потребляют его в таком виде, я не знаю, облагороженном? Анализ людей-то, наверное, визы не делает, а с точки зрения ассортимента? С точки зрения закупок, ассортимента, да. Покупатели более старшего возраста, более традиционны в своих потребительских предпочтениях. И там мы не замечаем какого-то разительного изменения в спросе продукции. Среди молодежи, если опять же возвращаться к упаковке, более яркая, более заметная упаковка и продукты, упакованные соответствующим образом, пользуются спросом. И такие продукты за счет этого потребительского сегмента имеют тенденцию к росту продаж. То есть это если мы говорим о каких-то, не знаю, что это может быть для молодежи, это коктейли, какие-то йогурты, питьевые, сыворотичные напитки, либо йогуртные продукты, которые ложковые, более густые, творожки, то есть более десертная группа, либо группа, которая считается на завтрак. Или группа, которая считается, я не знаю, полезной, за счет каких-то качеств своих. Да, функциональные продукты тоже имеют тенденцию к росту продаж со злаками, с большим содержанием белка, обогащенной витаминами. С меньшим содержанием сахара. Обезжиренные продукты. Это именно молодая категория покупателей выбирает, да? Либо та категория покупателей, которая заботится о своем здоровье, занимается спортом. Такие тенденции имеются. А покупатели старшего возраста традиционно молоко, кефир, не знаю, сметана. Да. Что-то такое, да? Ну и с учетом экономической, не самой благоприятной ситуации, доля продукта с промо ценой, конечно, в последнее время значительно место занимает и на полках, и в потребительских корзинах. Это мы говорим о каком-то акционном товаре, который обычно реализуется по другой цене, или это какие-то отдельные прямо виды продукции? Нет, это обычно акционный товар со снижением цены. Интересная тоже цифра статистики, что в 2018 году по сравнению с 2017 производство цельномолочной продукции в Кировской области снизилось на 7%, при этом производство сыров, например, выросло на 23%. И в этой связи один из крупных игроков на рынке производства сыров, честно признаюсь, я беру преимущественно Обской или Радонежский Кировского молочного комбината. Это связано как раз с изменением, да, Фёдор Васильевич, с изменением предпочтений людей или с каким-то, ну, понятно, что сыры хранятся дольше. И с этой точки зрения, там, если производство, вернее, если потребление, там, цельного молока сокращается, вы ищете возможности для, там, направления своих, понятно, что свои хозяйства нужно перерабатывать и в какой-то другой продукт. Ну, вот, когда речь идёт о том, в какой продукт перерабатывать, там, излишки молока, то это, конечно, сухое молоко. То есть, мы сухое молоко производим по остаточному принципу, там, молоко, которое не пошло на цельномолочную продукцию, направляется на сушку. Вот, а то, что мы говорили о том, что, там, производство сыров увеличилось, ну, это, наверное, за счёт нас всё-таки увеличилось, потому что у нас производственные мощности ограничены в городе Орлове, вот, мы порядка, там, 50 тонн сыров, там, в месяц выпускаем. – То есть, у вас не растёт объём производства? – Ну, незначительно, у нас там нет возможности такой, вот, но, там, увеличение спроса мы заметили, заметили на себе, и связываю я это всё-таки с тем, что, наверное, люди наелись уже разного рода сырных продуктов, вот, и хотят всё-таки натуральный сыр употреблять в пищу, вот, и поэтому выбирают это место производить. – Я, кстати, почему-то не видел ещё, ну, если зайти в «пятёрочку», вы же не найдёте там сыр нарезкой, да, то есть, или не нарежут его, ты берёшь сыр уже в упаковке, но не видел, что кировские производители сыров, вопрос, наверное, к вам, Любовь Михайловна, заказывали именно упаковку свою, там, под свой сыр. – Фирменную? – Да, фирменную упаковку, там, в нарезке под 200-250 грамм. Почему это, на ваш взгляд, так происходит? – Я хочу сказать, что… – И работаете ли вы на этом направлении? – Нет, мы не упаковываем сыр, у нас одежда для молока, поэтому… – Только исключительно. – Ага. – У нас стаканчики, платинки, крышки на хлопочке и плёнка. – Что касается трендов, вот сейчас тут много говорили, вот, мы, как производитель упаковки, сильных каких-то трендов не увидели в упаковке, потому что есть достаточно турбулентность, есть незначительная категория тех зожевцев, да, которые, там, ну, их совсем незначительно, от них просто шума очень много. А на самом деле классический продукт, он как был в потреблении, полка как была с пакетом такой длины, и если даже кто-то уходит там в стерилку ещё куда-то, их место занимает именно производитель с пакетом молока. То есть это во всех регионах, если раньше Москва, допустим, вообще от пакетов уходила, то сейчас, если вы зайдёте в большие сети, то вы увидите, пусть небольшая, пусть никак в регионах полка, но там есть уже пакеты молока. И это прежде всего связано с тем, что для производителя вроде бы там пакет молока, да, есть течи, не совсем удобен, да, но для потребителя сейчас это является таким знаком, что это свежее, что там ничего не добавили, потому что нет смысла, потому что соотношение цена-качество. То есть много каких-то таких вот невербальных вещей, которые заставляют покупателя брать молоко в плёнке. То есть пакет именно вот плёнка? Да. Несмотря на то, что может быть даже покупателю не совсем удобно его хранить в холодильнике, хотя я сейчас вижу уже в хозяйственных магазинах в большом количестве появились такие пушинчики пластиковые, крючки специальные, да, то есть, видимо, Любовь Михайловна права, но потому что не стали бы производители заморачиваться этим вопросом и производить специальные ёмкости, если бы покупатели не брали молоко в пакетах. А есть ли вот какое-то влияние, вы говорите, ЗОЖ, их слышно, они громкие, да, есть ли какое-то влияние вот этих всех современных тенденций, экологических тенденций, да, мы против пластика, всего-всего-всего. Такого нет. Теперь моя любимая тема. Да? Да, хотелось бы ещё и к советским временам оборотные камеры вернуться. Как бы, да, по поводу вообще вот этого отходов производства и отходов бытовых отходов, как раз сегодня смотрела, как у нас со всем этим дела обстоят, то есть такая неутешительная таблица, если на Германию посмотреть, то 62% они вторичная переработка, у нас 4%. То есть мы шумим непонятно от чего, у нас 60% это отходы бытовые такие, как бы, это продукты питания. Пластик составляет 4% во всём объёме отходов. То есть я думаю, что нам нужно просто последовать за большим братом, да, таким как Евросоюз или Германия, самый лучший пример в этом плане, научиться всё-таки разделять, сортировать, разделять и перерабатывать, да. В общем, тема такая очень животрепещущая, опять же, очень громкая, потому что об этом говорят люди, которые даже, ну, не стараются хоть как-то, хоть как-то посмотреть какую-то информацию, потому что мы такие страдальцы в плане того, что мы перерабатываем полистиролы, и мы одни из немногих остались, которые сейчас производят ещё упаковку из полистирола, и уходят разного рода страшилки, что там яд, любой полимер раскладывается на какие-то элементы. Полипропилен раскладывается на фенолформальдегид, там выделение есть. ПЭТК любимый теперь всеми, там свои замороки. То есть я всегда говорю, что всё нужно просто использовать по назначению, чтобы, как бы, в чистом виде этого материала нигде нет. Полистирол изобретён там сто лет назад, да, и в те советские времена, когда ещё всё работало, у нас все системы заградительные, все клинические испытания были проведены, и ни одного, мы ни одного следа не можем найти. Это просто те, кто продаёт полипропилен, им интереснее рассказать, почему плохо тот материал, чем рассказать о своих преимуществах, которых, ну, предостаточно на самом деле. Поэтому тема экологии, она, опять же, там сейчас на этом очень много, как молодежь говорит, хайпа, да, блогеры, которые эту тему раскручивают, да, но на самом деле нужно смотреть в корень, нужно готовиться, нужно лет 20 идти к разделению мусора, потом идти в переработку. И Европа сейчас не делает запредительных мер, они говорят, что там с 25-го года нужно хотя бы, чтобы 30% было во всём первичном пластике, вторичном, то есть постепенно это у нас всё время какие-то непонятные разговоры и непонятно от кого идущие. Ну, мы просто очень-очень разобрались в этой теме, я имею в виду, нас всех, да, наверное? Но говорить мы любим много и очень страшно. На самом деле никакого ажиотажа нет. Ажиотаж в том, что мы сейчас традиционных мусор на полигонах захораниваем, в силу того, что у нас просторы огромные. В Германии просторов нет, у них хранение, они перерабатывают. Ну, в общем, долгое время, до 2018 года, помогал Китай, который просто собирал сортированный, правильно как бы упакованный мусор. Вот и всё. И пластик, если мы идём, отказываемся от хранения, в чём прелесть упаковки? Она доносит до потребителя. Это сохранность. У нас сейчас продуктов теряется при сортировке, переработке, да, до 25%. Ну, давайте откажемся от упаковки, будем терять ещё процентов 20. Мы так хорошо живём, не очень понятно, с чего начали. То есть это немножечко болит зуб, а начали примочки, не знаю, к затылку. Непонятно. Причина следственной связи мне непонятна, кроме того, что отдельные личности на этом просто зарабатывают. Удём на небольшую рекламу и вернёмся снова в студию с нашими гостями. Программа «Разворот на бизнес». Движемся мы к завершению. От коровы до прилавка. Говорим с нашими гостями о том, какой путь проделывает молочная продукция, причём окажется на нашем столе, и причём мы её потребим, так скажем, да. Виктор Михеев, директор агрофирмы «Пригородная», Фёдор Сураев, заместитель генерального директора кировского молочного комбината, Руслан Гузаиров, коммерческий директор сети магазинов «Вятский рассвет» и Любовь Гусева, директор компании «Литон». Остановились. Вот Любовь Михайловна говорила о том, что всё это миф на самом деле, да, по поводу того, что у нас здесь перенасыщенность, да, какой-то упаковкой, пластиковой в том числе, да-да-да, и что всё это страшёт. На самом деле, просто надо с другого немножко конца подходить к этому вопросу. Проценты просто говорят сами за себя. 60 – бытовой мусор, потом 35% – это бумага, 10% – стекло и упаковка 4, 6, ну пусть до 10%. – То есть это меньше даже, чем стекло? – Это меньше, чем стекло. – Но при этом в сторону стеклянных, в стеклянные тары всё время такие, не знаю, там реверансы делаются, да, что хорошо бы вот нам вернуться в советские времена. – К оборотной таре. – Да, к оборотной таре, совершенно верно. А производители в этом заинтересованы и реализаторы продукции? – Ну, производители вряд ли заинтересованы в оборотной таре, потому что там свои есть проблемы и нюансы, то есть это и транспортировка, и сбор этой тары, и там промывка, обработка, то есть много разных нюансов, и это всё требует много сил, много площадей, и там и человеческих ресурсов. – То есть для Вас это будет затратно, и эти затраты в итоге всё-таки, там, я не знаю, может быть не полностью, но частично, всё равно лягут на потребители, они скажут на цене, правильно понимаю? – Конечно, любые затраты, производители, они закладываются в цену готового продукта. То есть у нас сейчас не такая экономическая ситуация, чтобы… – Повышать цены. – Повышать цены, да. – За продукты первой необходимости. – Да, поэтому я думаю, возврат к оборотной таре – это, конечно, на сегодняшний день не выход, а выход как раз в развитии переработки, сортировки, переработки мусора, то есть и это должно исходить от государства, прежде всего, или государства частного партнёрства какого-то. Но отдельный бизнес без государства эту проблему решить не сможет никаким образом. – То есть если государство будет заинтересовано в том, чтобы ввести эту историю с оборотной тарой и каким-то образом вторичным использованием тары продуктовой в том числе, то государство каким-то образом должно вмещаться и в заключиться. – Наше время отличается от времен Советского Союза тем, что изменились требования как к производителям, так и к тем, кто реализует продукцию. Вспомнишь, в советское время хлеб никто не упаковывал в пакетик. – Да, я помню ещё. – А сейчас это требования. То же самое молоко. Попробуй в розыгрыш сейчас – продай молоко. Я видел, конечно, нынче в Космурском крае бак такой как из-под кваса, и там разливают молоко. – Я тоже помню времена ещё, когда ходили, когда с баночками в магазин. – И масло растительное. – То есть сейчас, по-моему, просто магазин закроют на втором день, если ты попробуешь на розыгрыш продавать молоко или сметану. – Я могу допомнить, что любая оборотная тара – это дополнительная операция не только для производителя, но и для продавца. – Так. – И операция ручная. – Кроме того, это… – То есть это… – Ну, в обратном порядке уже, да. – Соответственно, это дополнительные затраты. Дополнительные затраты будут ложиться в наценку либо в цену продукции. Кроме того, оборотная тара в меньшей степени обеспечивает безопасность продукции. И на сейчас в техрегламенте на молочную продукцию даже в тару потребителя запрещено отпускать продукцию. Потому что потребитель, придя с бидоном, с баночкой, ну, мы ведь не знаем, чистая она у него или нет. Но претензию он принесет обратно в магазин. – Если отравится. Если отравится. А как же тогда, если это запрещено, если это прям запрещено, запрещено, то как же тогда продают в Краснодарском крае тару покупателя? – Очень интересный вопрос. – Нелегально получается? – Ну, я думаю, что есть какие-то… Ну, то есть у нас же квас тоже продают на разлив. Ну, какая-то такая технология существует, когда ты приходишь… – По квасу нет такого запрета. – Как по молоку. – Ну, я действительно удивился. Там 50 рублей в литр, по-моему, молока тебе наливают в тару. – А фермерская вся эта история с розливом тоже, она вообще существует или нет? Ты не видел никогда? – По молочной продукции не существует. – Не существует. – По молочной продукции есть запрет на продажу в тару потребителя. То есть молочная продукция в любом случае должна быть упакована. И потребителю должна идти в упакованном виде. – Интересно. Я потом после эфира просто фотографию покажу. Видимо, там у Ткачёва есть какие-то подвязки свои. – Ну, наверное. Это были свои молочники. – Скорее всего, это не очень законно. – Агрохолдинга, скорее всего. – Может быть, это было какое-то супермолоко, которое не портится, вне зависимости от того, в какую тару наливают. Но интересно, конечно, да. И ещё одна важная такая история, которую тоже хотелось бы затронуть. У нас остаётся не так много времени. На самом деле до конца программы всего 7 минут. Это история с поддержкой всё-таки местных производителей и вопросами конкуренции. То есть, с одной стороны, мы все живём в этом регионе, мы все понимаем, чем лучше будут работать наши предприятия, чем более востребованной будет их продукция, тем больше они заплатят налогов, тем больше мы получим средств на какие-то социальные нужды. – Плюс, если мы как с лесом или как с зерном, если мы продаём не сырьём, а продаём готовые продукции, то добавленная стоимость, она остаётся в регионе в виде зарплат, налогов и так далее. – С другой стороны, есть такое достаточно распространённое потребительское убеждение, я бы сказала, что отсутствие конкуренции и засилья только своих производителей, ну, только кого-то одного мешает, значит, вот, ну, скажем так, поиграть с ценой, что ли, да, то есть мешает потребителю выбрать какой-то продукт по более низкой цене, потому что, вот, значит, конкуренции нет, монополист диктует рынок. Ну, как вы к этому относитесь? Ну, все, наверное, да, я всех бы спросила. Вот, и действительно ли вы считаете, что всё-таки, ну, должны быть какие-то преференции для местных производителей, местных сетей, местных поставщиков, или должен рынок это всё урегулировать? – Давайте, Сёдор Васильевич, начнем как законодатель. – Ну, я не думаю, что должны быть какие-то прям преференции для местных производителей. Выбор ведь делает всегда потребитель, он приходит и своим рублём голосует, там, за того или иного производителя и покупает на то, что ему хочется и нравится, или на то, что хватает денег. То есть причин, может быть, несколько. Вот, и каким-то образом ограничивать, там, производителей или, там, ритейл, там, ещё кого-то, я думаю, не совсем правильно, вот, нужно просто определять правила игры, которым будут следовать все. То есть если, там, вышел какой-то закон, да, то требования должны выполнять, там, и местные, и, там, какие-то другие, и производители, и ритейлеры, что у нас не всегда, к сожалению, происходит, потому что, вот, там, допустим, по этим же федеральным сетям, да, там, ну, не такое, наверное, пристальное внимание к ним от каких-то контролирующих органов, как к нашим местным, потому что у них, наверное, там, меньше рычагов влияния, хотя, вроде бы, законы одни для всех, вот, но, тем не менее, если, там, количество проверок посмотреть, по, именно, по торговым сетям, то, к ним на порядок ходят реже. Серьёзно? С проверками. Ну, да, насколько мне известно. А вы задавали вопрос, почему так? Кому? Ну, проверяльщикам. Ну, у нас проверяльщики-то, это, обычно, федеральные структуры, поэтому… То есть им не очень-то и задашь вопрос. Ну, да, да. Так. На каком уровне задавать просто вопрос? На уровне исполнителя они ничего не ответят. Понятно. А там, дальше, выше, там… Фёдор Васильевич, а с протекционизмом местных каких-то производителей, работая на другие регионы, сталкивались, что, там, нет, мы кировские не возьмём, потому что у нас есть свои? У нас свои есть. Ну, обычно, обычно, в прямую так не говорят, вот, но, как известно, у нас есть такие соседи, которые, вот, не хотят пускать ни местных, никого. Ну… Давайте мы скажем, что это за соседи. Ну, соседи из республики. Южный или северный? Южный, конечно. Южный, северный, если идёт… Да, у них там есть такое, что не хотят, ну, независимо от того, какого качества продукта, там, какая цена, ну, просто не хотят. Если это та республика, которой, я думаю, там очень крепко, конечно, вот эта вот история развита, да, с поддержкой местного производителя и какими-то препонами, возможно, которые выставляются иногородним, не потому что иногородние плохи, а потому что своих надо поддерживать. Да, да, потому что своих. Они просто сами производят, там, почти 2 миллиона тонн молока, ну, и куда-то это молоко нужно девать. Если из других регионов ещё придут другие производители, и на их рынке начнут торговать, то они залиются просто своим молоком и непонятно, куда делать. У них это есть, а у нас этого нет, как я понимаю. Сколько мы тогда не говорили о программе «Покупная Вяческая», у нас так и не прижилось. Она же программа, ну, протекционистская, с хорошей точки зрения была, она поддерживала через карту и через… Социальные, да. …специальные, там, картинки, да, но ни коим образом не ставила препонов иногородних сетей. Ну, не прижилась. Ну, не прижилась, наверное, потому что она не совсем актуальна. У нас и так потребители выбирают местных производителей. То есть, если мы про молочку говорим, да, про молочную продукцию? Ну, и про молочку, и про мясную продукцию, наверное, тоже, как бы, тема актуальна и про хлебную, ну, там, про хлебную понятно, там, своя немножко история, там, в силу сроков годности продуктов. То есть, она не нужна, эта программа, по сути? Ну, она, как такая, больше информационная, может быть, там, не знаю, на сознание, там, жителей нашего региона, но, на самом деле, они, как бы, и так ей следуют. Ну, шланг Ринат, у вас эта программа, она как долго жила, и, ну, тоже говорили с вами о том, что новое название сетей магазинов «Красногорский вятский рассвет», оно тоже отчасти связано с тем позиционированием, что здесь можно купить вятские товары. Да. Ну, в программе «Покупая вятская» мы участвовали с самого начала, и на сейчас она как-то затихла в основном, но, тем не менее, мы продолжаем выделять отдельные продукты на полке, как продукты местных производителей. А чем это можно обозначить? Каким образом? Правительство, за свой счет, изготавливало соответствующие постматериалы. А, ну, это тот момент, сейчас уже нет. Ну, еще остатки стали. Одни сейчас сохранены. На самом деле, программа определенную эффективность имела, по крайней мере, спрос на местную продукцию не стал меньше, а под воздействием федеральных сетей с их ассортиментом могло так статься, что в определенных группах товара размылся бы ассортимент не в пользу товаров кировского производства. Плюс, внимание федеральных сетей было обращено на эту программу, и они в какой-то последовательности подключились тем не менее к ней. То есть, они увеличили ассортимент продукции венской на своих полках? Ну, там стало побольше, чем было изначально, так скажем. — Любовь Михайловна, вам, как кажется, упаковочная вся эта история, просто вижу периодически, ну, вот у кировского молочного комбината очень яркая такая, да, упаковка, вы прямо заметно такие, да, ассоциируетесь с нашим регионом. — Каждый, каждый старается. — А остальные производители, они каким-то образом вот эту вот вятскость нашу отражают в своей упаковке или нет? Ну, если и кировских производителей, как говорится. — Да, и обратите внимание, почти у всех производителей есть наша барышня. — Наша барышня. — В каком-то, да, в каком-то виде. — В общем, дымковская история, она, собственно говоря, помогает, видимо, продвигать. Благодарим наших гостей Виктора Михеева, директора агрофирмы «Пригородная», Фёдора Сураева, заместителя генерального директора Кировского молочного комбината, Руслана Гузаирова, коммерческого директора сети магазинов «Вятский рассвет» и Любовь Гусеву, директора компании «Литон». Говорили мы сегодня о том, как от коровы до прилавка и потом уже до нашего стола идёт к нам молоко и молочная продукция. Мы с Олегом Прохоренко прощаемся, разворотный бизнес на этом заканчивается. — Всего доброго. — Всем до свидания и спасибо. — До свидания. — До свидания.